Продолжение следует... Команда Power of Friendship за сторону Radiant снизу. К сожалению, с титрами какая-то беда произошла, поэтому мы не видим составов. Я постараюсь как-то что-то накалякать уже на следующих картах, потому что я не знаю, что за беда. Думаю, мы потом все решим. Не так страшно, потому что, если она тут как-то более-менее кто-то знает, то POF и команда неизвестная. POF и команда, которая собралась относительно недавно и уже смогла показать, что может делать очень много. Вот месяц назад, месяц назад я эту команду впервые заметил. Они были на БТС, они там прорвались до финальной части турнира. Там проиграли, но команда сильная. Опять же, проблема Америки одна. Слишком мало команд, слишком мало конкуренции. Мы со Смайлом уже об этом много раз говорили, что есть регионы, ну честно, которым нужно выделять меньше слотов. То есть, в той же Америке максимум один слот давать на лан-финал, на мажор. Азии и Юго-Восточной может вообще слотов не давать, потому что это бред. Мы вспоминаем тот же мейджор, уже казалось бы, в финале игры за 3 миллиона, а там половина игр идет непонятно что. Потому что команда слабовата, но вот политика по КВЛ, что каждой стране одинаковое количество слотов, это не совсем верно. Все-таки Европа сейчас посильнее, Китай посильнее, та же Азия, та же Америка послабее, но инвайта дают одинаково. Ну и вот приглашают команды, которые возникли недавно, но надо же хоть кого-то пригласить. Таких команд немало, но вот ПОФа одни из этих ребят. Ну кто тут у нас из знакомых ников? ВСАЖ, МДЖУЭЙ, СНЕЙКИНГ, я думаю, более-менее вы с этими именами знакомы. НОТУДЕЙ, ГУДИ, ДИТИКСИ, Джерри, Лео Стайл и БЕНДЖА. Такие вот никнеймы, я думаю, потом в игре мы со всеми никнеймами разберемся. Ладно, говорим мы много о никнеймах, давайте перейдем к драфту. Дэз Профит, Войт, Скаймак, Вин оф Пейн, просто какой-то выход 2014-й года от команды НОТУДЕЙ. ПОФа, Герокоптер, Андайнг, Дарксир и Леон. Ну совершенно другой пик, совершенно другие герои. У нас только, как я понимаю, Дэз Профит и Дарксир. И с предыдущего пика все остальные персонажи новые. Вот ВСЛС Войт, мы видели его уже не раз. На позиции оффлейн он выступает, на других позициях пока не наблюдался. Очень опасный оффлейнер, без хорошего контроля, фактически неубиваемый. Но вот здесь контроля-то хватает. Это Леон, один саппорт, который имеет два мощных дизейбла. Это и Паткоп Спайк, это и Хекс. В общем, много неприятных способностей у него имеется. Для Войта это неприятно, разумеется. Любые дизейблы, любой стан для него это проблема. Банится Пугна. Очень интересное решение, почему именно Пугна. Потому что пока в пик ПОФ она не совсем вливалась. Ну там только если кидать на Тамбу, где Крипифай, ну это такой себе вариант пикать Пугну ради Тамбы. И банится также Шедоу Шаман от команды ПОФ. Ну и ждем. Ласт пик остается, но Тодей нуждается в хорошем саппорте. Маловато станов, но Тодей станы нужны. Но вот Шаман как раз таки был вариант с дизейблами, и Хекс, и Связка. Что у нас есть еще неплохое? Есть Вич Доктор. Нет, он в бане. Нет Вич Доктора, вру. Ну, какой-то Баратру может появиться вполне. Просто бегать по карте Роумить, убивать. Найт Сталкер также имеется с Сайленсом. Эти два героя, они наиболее актуальны в этом патче, и вполне могут и появиться в пике. Ну да, первый комментатор 8К ММР. Всем привет. Именно так. Именно так оно и есть. На самом деле нет, конечно. Многие мне спрашивают, действительно ли я Миракл? Хотелось бы, конечно, но на деле просто комментатор Лекс. Ну, бывает и такое. Бывает и такое. Добирается Фантом Ларсер. Очень мощный. Майнкерри. Вообще пик. У НТД мне очень нравится. Очень крутой. И на Эрлигейм, и Мидгейм. И отличный выход в лейт. Непонятно, как ПОФы сейчас могут ответить на всех этих персонажей слишком неопасным. И, кстати, а что это у нас получается? Это... Лансер Кэрри. Дэс Профит Соло Мид. Окей, Войт на сложной из КМА Кьюн оф Пейнт Саппорты. Ну вот, вот это поехала Америка просто. Это от команды Аноута в Кьюн оф Пейнт Саппорт. Два Блингдайгера. Ну не знаю, много КВАП видел в Америке на саппортах. Иногда это было удачно, иногда не очень, иногда очень и очень. Ну вот, посмотрим, что будет конкретно на данной карте. Ждем пока вас пик от команды Пауэро Фрэншип. Что же они придумают? Кого же они возьмут? Времени подумать много, целая минута. Ну да, вариант Фотолаза. Он-то неплох, непонятно для чего. И Драгонайт от Пауэро Фрэншип. Ну вот он, герой с подпушем, появляется. Ну пик интересный. Опять же, пики необычные. Вот поэтому мы и любим этот патч. Каждый раз необычные новые пики появляются. Что-то новое. Так, убираем ее. Разумеется. Все это гадость. Ну что ж. Давайте смотреть. Команда Пауэр Оф Фрэншип. Сила дружбы. Сторона Рэдиант. МГВ на Дарк Сири. ВСХ на Леоне. Пинк Панта на Драгонайте. Снэй Кинг на Герокоптере. И Марио на Анданге. Команда Not Today. Дидик Си на Фейсс Вайде. Лео Стайл на Дэс Профит. Джерри на Скаймаги. Бенджас на Фантом Лансере. И Гуди будет играть у нас на Квин оф Пейн. Два Ферри Файр. Варды. Много танго. Две ветки. В общем полный закуп. Абсолютно всего. Рисует план куда нужно выдвигаться. И что нужно делать. Рисует план. Кстати Дарк Сир почему-то рисует такой именно план. Может рисует план как войдут противники. Ну. Пока явно. Но оттуда не собирается куда-либо двигаться. Кроме того это не видно. По коэффициентам. Такая вот была ситуация. Два и ноль на Попов. И пять и шесть на команду Not Today. Такие коэффициенты конечно интересны очень. Но фавориты у нас Power of Friendship. Считайте их в играх. И геймпэц посильнее. Я в принципе с ними полностью солидарен. По посильнее. Но Today. Ну вот команда которая тоже получила инвайт. Просто по былым заслугам. Ничего толкового. Но Today в последнее время не показывали. Ну опять же. Потому что хоть кого-то. Но надо пригласить. Это мое. Конечно субъективное мнение. Но я думаю. Кто-то согласится. Кто-то нет. Это вполне нормально. Ну и пошла игра. По лайнапам. Dragonite плюс Undying. Дабл мид. Против. Дабл и Death Profit. И Queen of Pain. Queen of Pain. Саппорт на центре. Слушайте. Просто. Просто. Все границы рушатся. Которые были у меня. Queen of Pain. Ну вот обычно у меня такое в пабе происходит. Вот такая вот ситуация. Приходят. Я там Death Profit взял. Парень Queen of Pain. Берет на Ласпик. Говорит. Я иду на центр. Будем фармить. Тут конечно ситуация поинтереснее. Улетает уже на базу Тарксир. Понял. Что походу там. Будут трудности. А трудности будут. Эркен. Болт. Постоянно который бы закидывал. Центская мага. Копьет Фантом Лансера. Эти нюки. 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 Ничего ты не сделаешь. Покупать с Лансером Iron Tail. Не часто можно увидеть с Iron Tail в принципе в игре. А на коргероях типа мейнкерри вообще редкость. Но вот. Iron Tail он есть. Будет Лансер так вот фармить. Проходить с линии. Фармить леса. В общем. Выбор неплохой. Жадоу страйк. На драгонайту. На драгонайту конечно очень сложно стоять. Против двух рейнджевиков. Тем более противных. Как ДПшка. Как Винов Пейн. Жадоу страйки. Сформы. Все это закидывают. И мешает просто жить. Рыцарю. Пока рыцарь страдает. Пока рыцарю очень сложно. Но я думаю. Если вытерпеть. Если они будут подставляться. Они будут погибать. Будут там как-то... Случилось? Ага. А то тут God Hunt уже и Каспер. Сидел пол как раз и Каспер. Нашалили с компьютером. Да. Работать нужно очень давно. Поэтому может быть когда-то и будут подлаки. Надеюсь не будут. Надеюсь не будут. Слишком много Тоты. Нас еще ждет. Будем смотреть Тоту. Вплоть до 11 утра. То есть Тотки очень-очень много. На топ выходит Гуди. И по-моему МГВ может отправиться и в таверну. Ну хотя и Зершина. Станов у команды Not Today нет. Не считая Вайда с Хроносферой и с таймлоком. Станов-то я не вижу. Это проблема будет. Того же Дараксира поймать будет крайне сложно. Дидикси. А Дидикси-то могут найти. А Дидикси-то находит. Таймболк. И... Хексик не успевает просто. Саша. Видимо будет ботинка. Да. Будет ботинка. Поэтому не угнать. Не догнать. Кривозеренство-то очень сложно. Скаймак. Левел 2. Центр-евард. Ну и собственно на этом все. Да. Крипов нет. Будет. Начинает. Отладить крипов. Ну и Скаймак. Да. Скаймак только будет занимать пятую позицию. Не фармящий персонаж. У Саш еще один выход на Дидикси. Дидикси. Ракет-бараш пошел. И просто уходит. Хорош. Таймболк хоть и первый. Но его вполне хватает. Да, будет им. На безопасное расстояние. Не погибать. Но Войт не фармит. У Вайда не все так круто. Как могло бы быть. Но с такой линией, конечно. Тут Леон, Герокоптер. Был бы здесь какой-то другой флейнер. Типа Глока. Типа там, не знаю. Какого-нибудь Кентавра. Все было бы намного хуже. Что Войт живет здесь. Это уже подарок. Для команды. Not Today. Драгонайт. Везет себе Боттл. Ставится пауза от Фэнтом Лансера. Какие-то проблемки. Not Today. Ну давайте подождем. Что же у них такое случилось? Ну уже неважно, что случилось. Игра продолжается. Извиняйте, ребята. Все очень, опять же, хорошо. Никаких там переписок, перепалок. Это хорошо. Напомню, кто забыл вдруг формат игры Best of 2. Поэтому две карты и минимум, и максимум. Ну и либо 2-0, либо 1-1. Система теперь немножко другая. За победу. Один балл за проигрыш. Ноль. Раньше было там три за победу. И одно за ничью. Ноль за поражение. Но эта система мне нравится. Она побольше. Она покруче. Она просто реально покруче. Потому что три очка это слишком крутой буст. За победу три очка это реально абуз. А ничья никому не нужна была. Лучше уже отдать победу противнику. Потому что ничья по одному очку это ничто. Да, такая система есть в футболе. Но я думаю, будут еще тестировать Valve неоднократно. Как лучше для игроков, для зрителей. Потому что, ну вот, эти марафоны. Почему нельзя растянуть вот это вот все представление доты. Не знаю, на неделю. Не на четыре дня как идет. А на недельке полторы. То есть 10 дней полноценной доты там на двух каналах. На четырех каналах, но это слишком много. Согласитесь, смотреть на 7 матчей. А так 10 дней. Два канала постоянно работают без проблем. Все освещается на очень крутом уровне. А так 4 канала сложат. Два канала как-то поддерживаются. Остальные два уже так. Как есть, так есть. По-другому не выходят. Ну ладно. Отошли мы от игры. А что по игре? AquinovPaint делает много гадости. Уже есть четыре. Должен быть два тролля. Да, как понимаю. Да, два тролля. Где как раз, кстати. Да, четыре стака. И для той же Death Profit зафармить их вообще не проблема. С нюком Swarm это делается легко и просто. Вот удать какой-то сверхотиранной игрой, как, не знаю, там у меня. 8К ММР. Поняли? Тут все просто. Ладно, опять же, это шутки все, конечно. Шутки. Шутками. А выход на DDX есть. Ну как-то вот тут сошел очень медленно. Ай-яй-яй-яй, DDX поцепить. Подкоп. Есть. Барага. Через секунду. Фиксулька. Дается. Да, там останавливает. Кулдауны. Войд, но уйти не получается. Ферстблат на вайде делается. Ферстблат. И получает ФБ. Снэйкиинг. Снэйкиинг получает немаленький буст. Уже есть Аквила. Есть Фейсгудс. Есть Манго. Есть Стики. Есть Фласка. И есть Телепорт. Левел 5. Неплохо сыграно. Андайник пришел на центр. Поставил сентри вард. Никаких вардов противника не нашел. На центри вардов команды в принципе и нет. Варды такие, знаете, классические. На рунах. Как в папчике. Здесь поставили. Здесь поставили. И пошли по линиям. Ничего. Его сверхъестественного нет. Ну тут еще один вард стоит. Дабы видеть перемещение Дараксира. Что у Дараксира? Кстати. 19 крипов. Неплохо. Против того же вайдать смотреть. У Дараксира все намного лучше. Здесь захват линии идет. Уходу САЖ. Подкопали Скаймага. И Скаймаг. Здравствуйте, Скаймаг. Джерри. Слишком много демоджа. Скаймаг. Армора не имеет. Вам напомню. Поэтому очень быстро птицу отправляют улетать. В небеса. Ненадолго. Там на 10 секунд. Но Скаймаг полетел. Попорхал своими крылышками. Подальше. Телепорт есть от Драгонайт. Уже на центр. Леву ставил. Подцепить не получится. Но у Попов тоже. Станов немного. Ну хотя как немного. Леон Драгонайт. А нет. Хватает станов. Вру. Подкоп. Хекс. Стана Драгонайт. Хватает. А вот он оттуда. Ну беда. Без контроля. Как поймать того же Дараксира. Да любого героя. Сорж дал на Драгонайт. Все. Драгонайт убегает. Без Хроносферы никак. Но Хроносфера-то она не резиновая. Она имеет кулдаун. Притом не маленький. Поэтому ну. Уж не знаю как будут оттуда исправляться. Но мне нравится что герои новые. Герои интересные. Герои пока не изученные. Тот живой. Тот появляется не так часто. Но вот. В каждом регионе стоит заметить. Есть разные герои. То есть. В том же Китае. Земляная банда. Расперед постоянно появляется. Просто в каждом пике. В каждом бане был. Оракл. Здесь Оракла не было. Ни в банах. Ни в пиках. И земляной панды не было в наличии. Вот. Каждый регион по своему. Бак. Даже спектра появлялась сколько раз. Ну вот. Каждый регион уже показывает свои сигнатурные персонажи. Это круто. Да. Насчет если что. Шипение микрофона. Проблемы мы это знаем. Знаем еще с утра. Но пофиксит все думаю только лишь завтра. Потому что сейчас ночь на дворе. Техника не вызвать. Хотя тут. Если кого-то поискать. Не знаю. Не знаю. Не думаю. Что-то найдем. Что-то будет потерпеть. Но я думаю что не так это страшно. Я сам слышал. Не критично. Не критично. Потерпеть. Я думаю можно. Да и нужно. Кирокоптер только сейчас заметил. Просто патроны от пулемета. На шее. Ну и у Снэйкинга все. Действительно-то неплохо. Фейсбут с Аквилла. На подходе Доминатор. Девятая минута. По Нетворсу. ДПшка. Топ-1. ДПшка уже заформила все леса. И Смоук. Вылазка. На. Кого вопрос? На Гуди. Ну такая себе цель. Согласитесь. Опять же. Леон пока без блинка. И подхиксить. Я надо чтобы Кинув Фомин вообще подставилась. Сейчас там залезла там ВКонтакте. Просто ФК шелла. И там хиксанули. Других вариантов не вижу. Выход в леса поздновато. Там никого нет. А вот подцепить на топе Скаймага. И Фэнтем Лансера было бы очень круто. Но не получится. В итоге Смоук в никуда. Сейчас увидят Лео Стайл. И Лео Стайл подставляется. Да. Есть там БА. Барабаны сразу в ответ. Как же вовремя эти барабаны появились. Отсюда все уходят. Но вышку забирает. Вышку забирать должны. Пофы тут без проблем. Но оттуда и дефить не будут ее. Но оттуда ее отдают. Понимают, что может попробовать убить. Но как убивать Дарксира? Как? Сайленс есть. Но он там первый. Три секунды Сайленса. Это вообще не вариант. Барабаны. Нажали. Сайленс. МГВ. ТП-аут. И отсюда уходят. Вот и все. Даже без Суржа не надо никуда бежать. Потому что нет станов. Потому что станов ноль. Это беда. Если не будут станов, это будет происходить бесконечно. А потом Дарксир все купит Мек. Он будет еще и плотный. И он будет так улетать постоянно. Всегда. Да, Мистик Флэр. Окей. Ну. Отойдет от Мистик Флэр. Уйдет. Сделает тэп-аут. Тот же самый. Ой, проблема. Ой, проблема. Надо какие-то Юлы брать. Юлу. Дэс Профит должен быть по-любому. Тут вопросов быть не должно. Дэс Профит и Юлы. Это и так артефакт такой вот стандартный. А вот тут он прям мастхэв. Дабы сбивать хотя бы элементарно телепорты. Они говорят там какую-то инициацию. Либо подставивай себя. Просто сбивать телепорты. Это минимум. Из того, что нужно. РФЛ проиграет. Шатус Трайк. Скрим. Но знаете, пока все очень спокойно. Никакого экшена. Не могу сказать, что игра скучная. Она интересная. Тут есть моменты. Вот такие вот. Где-то кто-то подфармливает. Где-то стаки. Вот там уже зафармили стаки. Дальше идет куда делать стаки. Для Дэс Профита огромный буст. Игра не скучная. Но фрагов мало, да. То есть на прошлой карте Америка показалась во всей красе. И сейчас такого, конечно, мы не видим. Пока все. Очень аккуратно. Пуфы фармят. Но команды другие. Да, не стоит забывать, что команды другие. Стиль игры другой. Ну и вот он, Гирокоптер. Уже начинает делать себе стаки на эншентах. И будут просто фармить. Я думаю, возьмем себе какую-то Сэндж Яшу. Возьмет себе Блокенбарчик. Там потом сверху возьмет МКБ. Баттерфлей. В общем, артов еще много нужно покупать. И стаки говорит, мы никуда не спешим. Спешить некуда. Лансера законтрим. МГВ просто так улетает на базу. Без мана остался. Выходит Гуди в смоках. Он здесь один. Спалит крипа. Понимает, что там делается стаки. Очень хорошая установка варда. Забить его, правда, не сложно. Отнюдь. И Гудинь. Отсюда не уходит. Хороший подкоп от Леона. Хекс. Ну, помощь, помощь, помощь. Фингер. Один удар надо сделать. И Леон просто один на один повоевал в спин-офф Пейн. И рассказал, кто здесь батя. И вот Саша явно... Доволен с собой. По красоте. Один на один. Честно в файте. Пришел, увидел, победил. Непонятно, заформил этот Снэйкинг все стаки или же нет. Ну, я думаю, что... Скорее всего, да. Близоформили стаки. Да, кулдан флакарена есть. Скорее всего, заформили стаки. Сейчас, когда делала пин-офф Пейн постоянно. И Пинг Панда активирует форму. Ребята будут забирать топ-тавер. Опять же, без боя. Но туда дают вторую вышку. Говорят, мне нужна нам эта башня. Забирайте на здоровье. Нам не жалко. Скаймак привозит себе Мэджик Вент. Есть ботинок. Левел 6 на подходе. Надо его обязательно взять. И с Хроносферой идти. Реализовывать комбинацию 2014 года. Войт плюс Скаймак. Хроносфера плюс Мистик Флэр. Она просто убийственная против любого персонажа. Будь то Дрэгонайт, буд то Дарксир. Это кого угодно. Раззови, убивать несложно. И первый файт намечается на топ-линии. Дрэгонайт с формой. Лео Сталл из Экзорцизм. Выходит команду Ноттудэй за спину. Джерри ставит вар. Дидикси есть. Хроносферка. Дидикси может прыгнуть. Дидикси прыгает. Хроносфера по двоим. Готово. Мистик Флэр. Кастовать. Снэйкинга. Пытаются убить очень быстро. Снэйкинга убить не получилось. Быстренько Снэйкинг отсюда уходит. Погибает всего лишь. Андай. Хороший подкол по двоим. Голдаун полетел по четверым. Дидикси можно убить. Дидикси. Дидикси. Живет Дидикси. Таймволк. Регенится. Уходит. Кинг Пандер. Типа аут. И сбить телепорт. Снова нечем. О чем мы говорим в который раз. Но это минус. Дарк Сир. Да. Высасывает всю жизнь Лео Стайл. И 3 в 0. Для команды НТД это просто идеальный файт. Быстренько попытались убить Гирокоптера. Убить получилось не быстро. Но убили. Убили. Также убили кургероев. Двух кургероев. И Дарк Сира. Гирокоптер. Гирокоптер погибать не должен. У них все было великолепно. Даже без. Но был бы там Юл какой-то. А Юл, ну да, да, вот уже на подхвате. Вот он летит, да? Нет. Только пока лишь стал. Было бы Юл, они убили бы... Кто-то ему Андаинку разлетал, как я понимаю. Да, скорее всего. Нет, не Андаинку. Драгонайт. Драгонайт улетал. Еще и Драгонайта бы убили. Мека. А Дарк Сира появляется. Вот она самая. И смог от команды Пов. Пойдут. Друзья. В атаку. Понимает, что фармит кто-то в лесах. Это 100%. Да как? Понимает. Они видят. Прекрасно. Ди Дикси. Ну как его подцепить, Драгонайт. Есть блинк. Прыгать стан. Прыгать стан задув. Прыгать стан задув. Ну там Квенов Пейн рядом. Да не только Квенов Пейн. Там вся компания команды. Но Тудей. Пик Панда получает копье в лицо. А на развороте? На развороте на Тудей не хотите? Ну там нет. Внизу Лео Стайл. Без экзорцизма. Без маны. Поэтому не хотят воевать. Ну и снова вышка-то падает. На халяву. Да ладно. Неужели так вышки все будут отдавать спокойненько на Тудей? У вас же название не сегодня. Нельзя отдавать. По дефте. Ну дефить нечем, да. Тут стоит оценить ситуацию трезво. Дефить нечем. Деспрофит без маны. Без экзорцизма. Поэтому вышку нужно отдать. Все-таки у Попф есть. Такой персонаж как Драгонайт. Который очень быстренько может вышки спушивать. Поэтому лучше не рисковать на кураже и никуда не лезть. Вот он Юл долгожданный. А вот с Юлом все изменится. С Юлом опять же пробитает на Тудей. Дизейбл. Ну как дизейбл. Чтобы избивать телепорты просто артефакт. Это важно. Потому что сколько уже было телепортов? Постоянно улетали, улетали, улетали. В Венуф Пейн появился ультимейт. Да, напомню. Венуф Пейн это саппорт. Это не мидер, это не уфлейн. Это именно саппорт персонаж. И по натвору как раз как саппорт и идет. Загнобленный саппортик. Пятая позиция. Хотя на деле скаймаг пятая позиция. Но скаймаг да. А у скаймаг тоже все плохо. Вообще у саппортов команда Тудей все отвратительно. Тоже Леона. Транквилов. Фэрифайр. Урна. Маджиквен. Какие же Артунио хорошие. И на Блинк на подходе, что самое интересное. С Блинком так вообще будет хайлевел Дота. Пинг Панда. Венвизи под Айншелл. Пинг Панда. Очень хорошая позиция. Пинг Панда. Ну кого-то надо. Айншелл. Ну ты же паришься. Ты же паришься. Братан. Тебя же могут увидеть. Трансфера. Маджиквен живет. Солорипом отжирается. Марио отсюда может уйти. Андайк бежать. На 60 хп уходит. И подцепили уже Фантом Ланцера. Ланцер должен погибать минус Ланцер. 2 в 0. И все-таки минус Драгонайт. Лео ставил ТП-аут. 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 Подкоп в кулдауне. И не получится найти. Не получилось найти. Наказать Дэс Профит. Но лучше Бандайк погиб. Аффективно, чем Драгонайт, конечно. Но в плюсе Пофе, разумеется. Убили Квапу. Убили, что самое важное, Фантом Ланцера впервые. Очень важный фраг. Ланцер в таверне. Отдыхает. Конечно, плюс. Ну и дальше пушить. Драгонайт-а, конечно, нет. Но, кстати, да. Без Драгонайт-а такая себе авантюра-то. Пушить. Ой-ой-ой. Отойти, отойти, отойти немедленно. Фингера нет. Там баф в кулдауне. Что вы творите? Отойти, Пофе. Куда вы лезете? Куда вы лезете? Соник Вэмп. Есть. Снэйкинг. Постоянность Мистик Лэйр просто мимо. Что это за Фэллс оф Зэ Вик? Марио. Марио должны вот раз убивать. Минус Марио. Кулдаун неплох. Но демеджа явно с него не хватает. И Дидикси прыгать будет дальше. А на башки понадеется? А на башки понадеется? Дидикси, давай, братан. Не будешь? Не, не будь. Там елеончики, там хиксы, подкопы. Не хочу. Не буду рисковать я. Зачем мне погибать? Леон. Две. Сто восемьдесят. Ну вот Леон. О, Саш, отыграет просто великолепно эту игру. Вот он лучше просто. МВП. Про всех забудьте. Вот Леончик, красавчик. Он там кивнул в пейн. Просто в соло убивал. У него один-олль-четыре. У него блинк. Девятнадцатая минута. Блинк. Урна. Транквилла. Мэджиквент. Это дорогие арты. У него нетворс, как у Дарксира. Привет. Дарксир на оффлейне стоял. Дарксир смекает так же. Ну вот оно как. Вот оно как. Это не то, что там Дарксир бомж. Это Леон очень богатый. Объективно. Леон очень богат. Он фармил чего-то. Он не погибал. Для саппорта самое важное не погибать. По-моему, это... Серега Смайл. Да, самое главное саппорта не погибать. Ты накапливаешь деньги. Ты их не теряешь. И ты красавчик. Все. И вот он Леон. Блин. Купи, купи, купи. Купи его, Саша. Купи, купи, купи. А, но он хочет патаны взять и там взять. Сразу взять и пой. Давненько не видели мы лансера фантомного. А фантомный-то лансер купил себе дифуза. Барабаны уже все проюзаны. Акфила, ботинок пустой. Так, купите, я думаю, попозже тревела. Может быть, не следующим артомом, а через один, через два. Но решил же в ПТ не апаться. Может быть, тем оно и лучше. Кто знает. Леон с блинком. И Леончик есть с Макии. Я думаю, Саша очень хочет кого-то найти с командой. Убить. Прыгнуть там под копчик по двоим. По какой-нибудь лансеру. По какой-нибудь войду. А почему бы нет? А почему бы и нет? В такой ситуации, возможно, пригодится какой-то Блокенбар для Лео Стайл, например. Потому что вот эти вот подкопы, станы, вакуумы. Все эти неприятные способности. БКБ. Контрей. Ну, посмотрим. БКБ, я думаю, будет выход в какой-нибудь Октарин. Ну, слоу-бустер изначально, а потом Октарин. Ну, и руна забирается. Руна забирается. Не, под Вардом. Вард не видел его. И... ОСАЖ выходит. Стоит в центре Вард. ОСАЖ побежал. Как же он хочет. Как же он хочет кого-то найти и убить. ОСАЖ. Прыгать будет ли? ОСАЖ. ОСАЖ. Прыгай. Под коп. Фингер. Просто как батя прыгает. Ну, просто один всю игру делает этот Леон. Красавчик. Ну, и убивает Кенуф Пейн. Да, это саппорт. Да, это саппорт, но они убивают саппорта. Они получают за это деньги. Когда всего на карте было 10 фрагов, то... Получить 11-то это неплохо. Это очень неплохо. Лео Стайл. Бежать. Надо здесь вушку забрать. Пофы должны забрать вушку. Что они, собственно, и делают? Раз, удар, два, удар, три. Удара в ушке нет. Да, нажимаем. А зачем глиф? Вот такая ситуация не совсем... А для чего жать глиф? То есть, что он дает? Две секунды времени на топе там... Да непонятно для чего. Но Тудэй стоит на базе. Зачем вы нажимаете глиф? Просто какой-то СН3-то понатыкали. Просто миллиард. Какой-то треугольник получился. Как-то страшно даже получается. Я рисовать смогу, интересно? Да, ну... Вот это вот такое. Иллюминат. Почти что. Ну и на Тудэй. Экзорцизм есть. Хроносверка есть. Все есть. Хотят воевать. Может быть на Рошанчика. На дэмоджин я не думаю, что платят. А с Лазаром платят. Да, в Лазарисе есть. Ну и пофы не успеют среагировать просто. Они далеко. На топе ОСАЖ. И понятия даже не имеют, что там какой-то Рошан может быть. Вижена нет. Но это куда? Рошан халявный для команды. Не сегодня. Не сегодня. Забирать себе. Аегис. Геракоптер. Огроклаб. Ну вот у него выход Блокенбар. Все. Очень грамотно сделано. Что много там неприятных скиллов. Даже Пирофф Пейнт. Тоже Скаймак. Даже тоже Фантом Лансер. Блядь, тебя грызет. Даже диффузами. Копьем. Все это контрится. А ДПшки частично. Свормы. Сайланс. Да, экстратизм. Это физдамидж. Ну вот Кирасу здесь кому-то покупить. Было бы круто. Но некому ее покупать. А хотя врук некому. Дракональ. То есть потом Кирасу. Если бы СРКБ спокойно может. Или УЗИ. Подформой. И заход на очередную вышку. И Нотодей будут дефить. Они с Аегисом. Они с Хрансфера. Они с полным прокастом. Всех крутых ультимейтов. С большим кулдауном. И они пойдут. Эти могут. Мы-то знаем. От ДТКС очень много зависит. Как он ворвется. Стоим. Прыгает Геруфейн. Быстренько пытается Геракоптера убить. Геракоптер. Геракоптер живет. На 200 хп отсюда все-таки уходит. Подхилить его надо чем-то. Геракоптер. Кулдаун. Пока не дает. Врыв на ДТКС. Нет у нее Тайволк еще секунду. ДТКС. Тайволк уходит. Просто фуловая. Абсолютно. Прыгает Леон. Просто бать. Один на один. Вот раз его наказывает. Ну до конца пошел ОСА. Не стоило этого делать конечно же. Просто один пошел. Полез на всю команду. Говорит. Да все. Я уже. Можете ливать тиммейта. Я сам. Я сам справлюсь. Но не справился. Леон. Геракоптер 1 в 1. Для команды на Тодей. В копилочку. 500 золота падает. И 1100 опыта. Неплохо. Неплохо. Что у нас по экономике? 2500 по золоту. За командой Power of Friendship. И по опыту 3000 за команду на Тодей. Интересно. По опыту ведет одна команда. По золоту другая. Но. В целом цифры не критичны. Они вообще по сути ничего не стоят. Один файт и все. Этих цифр уже нет. Геракоптер. Левел 12. И вот он. Блэкенбар. Уже практически готов. Ой. Как же там много стаков будет. Ну хотя нет. Я думал там побольше. На карте казалось, что там стаков 5. Но на деле тут. Всего-то. 300. Да получается. У нас. Да. Стака. Но это так. Это несерьезно. Надо бы побольше. Побольше бы хотелось так. Ну ладно. Ставится Сандри Вард. Впали друг там. Варды. Кулдаун. Интересно. Очень интересное решение. Очень интересное решение. Типа с Келл Юнити. Такое себе, да? Ну ладно. Дал кулдаун. Ничего страшного. Кулдаун. Кулдаун на кулдаун. Небольшой. Поэтому ничего страшного в этом нет. Блиндаггера. Дарксира. Вообще блинков много. И Леон. И Драгонайт. И Десс. Инициация неплохая. На топе. Усаж. Какой же телепорт от Леона? Что это только что было вообще? И какая хроносфера от войны? Он все делал грамотно. Но какую позицию Леон занял? Везение или скилл? Я не знаю. Но... Браво. Просто браво. Фантом Лансер. Дипуза. Аеги. Стравланд. Две. Двести золотого. Бенжаза. Ну и левел 14. Окей. Что будет фармиться дальше? Посмотрим. Может быть какая-то классическая манта стайл появится. Почему бы нет? Может быть скаде. Надо плот. То есть хп очень мало. 1200 хп всего лишь. А что делает ПОФ? Они заходят просто на рамку. У противника есть Аегис. У них есть ультимейты. Что делает противник? Лице ПОФ. Они просто заходят на рамку. Они вообще ничего не боятся. Вот в том же Китае ЛЖД бы они так в жизни никогда не сделали. Если бы у них была Аегис и преимущество, они бы пошли. Иначе никак вообще. Ну вот опять же отличие регионов. Китай, Америка, Европа. Ну вот насколько они различаются. Насколько это интересно и любопытно. Что каждый регион играет по-разному. У каждого свой стиль. Это конечно интересно. БКБ. Драгонайта. Готово. Два БКБ. Куторстав от герокоптера. Говорит. Без проблем. Но я не думаю, что это будет какой-то Драгон Лэнс. Да, можно его взять, но... Наверное, лучше паттерфляй. Наверное, лучше просто паттерфляй, чем фармиться через там... Игл Сонг, либо Талисман. А тут Куторстав куплен. Интересное очень решение. Ну и внизу Драгонайт. Форму до конца реализует просто на 100%. И оттерет Айти. А теперь уйти. И улетает просто на базу. Драгонайт стоит в лесах. МГУэй не палится. Вакуум. И... Побежал, побежал по лесам. Даже телепорт рейс не хочет. Говорит, мне жалко. Не хочу. Падает Аэгис. Слышим мы звук оповещения Дота 2. Аэгис у Фэнтом Лансера дропнулся. Аэгиса больше нет. И Дарошана 5 минут остается. Довольно много надо ждать. Команда. Вот они снова стаки. И команда Not Today об этом прекрасно знает. И подозревает, что что-то здесь не то. Ставится вард. И... Да, запалили. Ребята друг друга. Забивается этот вард. Крип очень сейчас подфармиет. Оп. 50 золота. Киркоптер доволен. В кармане. Ну вот, 76. И сложно сказать, пока кто победит. Вообще сложно. Потому что Паф очень круто сплитпушит. Они все вышки уже забрали. Кстати, вышки на рампе. Подцепили. Ой, что ты творишь? Что он творит? Просто один опять пришел. Увидел. Убил. Просто Квин оф Пейн. На свидание. Это когда есть в Дэйме, знаете? В Counter-Strike. Когда ты долго убиваешь какую-то оппонента, то у тебя появляется там долго. Я не помню точно ли. Когда тебя убивают долго, ты должен отомстить. Вот Квин оф Пейн пока что не мстит. А надо бы отомстить уже. Потому что сколько уже киллов? Уже висит метка. Надо мстить. Дэс Профит. Октарин. Кор. Плюс Юл. Плюс Барабанчики. Левел 15. Юлио Стайл. Ну, может, опять же, БКБ какой-то бы не помешал. БКБ бы не помешал. Объективно сейчас БКБ взять неплохо. Потому что очень много гадостей. Кулдауны. Рокет баражи. Леоны мы видим. Дрэгонайт со станом. Задувом. Задув не стоит забывать. Еще и дэмэдж снижает. Притом на 35%. 35%. Это очень много. Это очень много. Дрэгонайт. Прыгает. Гуди. Здравствуйте. Кулдау. Пошел. Гуди. Можно убить Гуди. 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 Отлично. Есть вакуум. Минус Гуди. Лео Стайл. Отсюда уходит. И захода рампок. Глиф есть. Квин оф Пейн без байбека. Квин оф Пейн. Байбек отсутствует. И... Бенжас. Есть травела. Сейчас что прилетит. Летит уже сюда. Тамба. Вот. Без тамбы будет сложно, кстати. Без тамбы и вулф реплика ведь потрачена. Тауэр забрать и уйти. Сейчас других планет вообще нет. Если они будут воевать, это вред. Это будет провал. 8к все-таки знает. Надо. И пик панда. И панда. Все. Уйти. 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 Уйти отсюда. У вас ничего нет. У вас просто ничего нет. И пофу уходит. Все сделано грамотно. Они развели. Но туда сместиться. На топ абсолютно всем. Они убили Квин оф Пейн. Ну и они убили Тауэр. Да, потратили тоже немало скиллов. Но при этом Тауэр пал. А скиллы откатятся. Скиллы откатятся. А вот Тауэр уже не откатится. Тауэр-то не откатить. Тут такая вот всякого скота есть неприятная. Тауэр уже не вернут. Тауэр. Он закончился. Снэйкин. Талисман есть. Мудрстав есть. Ну и. Уже на подходе иглсунг. Поэтому пофрамить лесах там пару минуточек. И вот. Заявочка будет. Манта стайл у Ланцера. Остается он без байбека. Нельзя пофам. Нельзя пофам лезть. Пофы, вы чего творите? Отойти отсюда. Просто уйти на километр. Дидикси. Вледмерс Блинк. Но Блинк сейчас на вайде смотрится весьма симпатично. Потому что раньше на Таймволк не огромный. Таймволк уже не... Такой... О, Саша. Ой, Саша. Ой, Саша. Нашли. О, Саша. Такой не понял. Фингер. Дал. Бить. 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 Нет. Ну не хватит. Вот раз. Хотя урна висит. И Квенов Пейн. Урну на себя. Урну. Ну тут ботал есть. Урна повесили. Как же он был близок. Как же он был близок. Ну и вот. Отомстил. Отомстил Гуди. Хотя убил не он. Нет. Не считается. Тогда не считается. Он должен сам убить. Гуди должен сам сделать фраг. Тогда вот это будет считаться. А так нет. Так нет. Появляется Мека. Тридцатая минута. Лучше позже, чем никогда. Безусловно. Ну и что-то по патерфлям. Патерфляй. Немножко. Совсем чуть-чуть остается. Дайте ему еще полтора минутки. И патерфляй будет в наличии. Undying. Левел 9. Арканы. Глимер кейп. Не смог. Ну вот здесь есть леса для герокоптера. Иди фарми. Он собственно это и делает. Да. Фармит. Вот. Мой иглсонг. И готов. Вот он бутерфляй. Опять же. Как лансер будет справиться с герокоптером. Непонятно. Если он нажмет БКБ. То все. Как его убивали всегда. Хроносферу. Быстренько. Соник Вейв. Быстренько. Мистик Лэн. Абсолютно все способности. Которые есть. Так что там такое. Ну типа фармить арчит к сороковой минуте. Вот это бред. И то сороковой. А зачем дворосы? Ну давайте посмотрим. Варианты. Вариантов там много. Это может быть Вейл. А. Да. Это Вейл. Все. Да. Точно. Конечно. Мы поменяли. В ром. Да. Да. Это Вейл. Вейл здесь гард. Вавросов нет. Вейл тут заходит на ураг. Для скаймага. Для Кирлл Пейн. Рошан падает. Уже улетает скаймаг на базу. Понимает что на топе сейчас будет веселуха. Там Драгон Найт. Там Гирокоптер. Спотропляем. С формой. Глиф отсутствует. Они же не успеют. Они же тупо не успеют. Они пока будет везти столько времени пройдет. Ой. Прыгать. Расвера. Расвера-то золотая оказалась. Никого не попадает в агуум. Есть по троим. Соник Вейл пошел. Скаймага убили моментально. Размер на Дарк Сира. Минус Аегис. Минус. Квенов Пейн и просто бить. Просто бить Барак. Просто бить Барак. У Нотуды нет ультимейтов. У Нотуды вообще ничего нет. Лена, пойдут на центр. Пойдут на центр. Подкоп. Пинкер. Дидекси. Убить. Уэйсаж снова творит невероятные вещи. Минусная сторона должна быть. Байбека нет. Байбека нет. У Вайда. Бенжаз. Полетел панду. Панду БКБ на развороте. Бенжаза бить. Или забить. Или просто бить Бараки. Просто бить Бараки. Уэйсаж. Подкоп. Бенжаза. Поцепили. Стан. Бенжаза. Бенжаза. Юл. Бенжаз. Бенжаз. Все-таки живет. Он ходит на дуплгангере. Задов. Минус Вантем Лансер. Минус. Две стороны. Идти на третью. Даже байбек не делается. По-моему, это губ гейм. Они сдались. Они сдались уже. Они не играют. Но туда они уже сыграли в эту игру. Хотя байбек есть. Окей. Байбек от Вайда появляется. Но там нет трансферы. Отойдут или будут бить? Отходят. Поцепили все-таки УСАЖ. УСАЖ. Да ладно. Да. Минус Леон. Так. И покупайте. Практически готово гоним. И отправляется в таверну. Героем отправляется в таверну. Не каким-то там непонятным парнем. И просто надеюсь, я начал. Глимер кейп. И побежим 0. Побежим 0. Бежима нет. Ни сентри, ни гема. Поэтому спокойно улетает. Сатаник у Геррокоптера. Да, слоты, конечно, феноменальны. Команда ПОВ. Особенно у Куров. Особенно у Снайкинга. По Нетворксу мы идем 21 тысяча против 15800 у Фантом Лансера. Разница, ну... Просто невероятная. Такие цифры отыгрывать будут сложно. Но мы видим, что Геррокоптера убить сложно. Если он нажимает все кнопки, а он все кнопки уже нажимает. Ну, кроме бутерфляя. Бутерфляя жать не надо. Лучше не стоит. Файт такой себе. Вариант. То... То все нормально. Так, у нас какая-то пауза. Ну, ждем. Вот он я. Привет. Всем, кто смотрит Доту в такой поздний час. Но сегодня, как мне, уже пятница, да? Сегодня 8 января. Уже Новый год закончился. Рождество уже закончилось. Все, праздники. Подходят к своему завершению. Скоро все пойдем на учебу. На работу. Кто куда. Ну, в общем, начнем заниматься делом. Ну, и будем смотреть Доту, разумеется. У нас вплоть до 11 числа будет очень много Доты. Дота, Дота, Дота. Америка, Европа, Китай, Юго-Восточная Азия. В общем, как я понимаю, сейчас работают только два канала. Но вот попозже будут подключаться и третий, и четвертый канал. В общем, Дотки будет слишком много. Слишком ее много. Надо сделать поменьше. Потому что, ну, как я сказал, 4 дня квалификации это мало. 10 дней было бы оптимально. Но 4 дня это не то, что хотелось бы видеть. Ну, потому что сложно оценивать всю вот эту Доту абсолютно за 4 дня. Кто посмотрит все матчи, это просто, я не знаю, что с этим парнем или девушкой можно сделать. Но это невероятно. Это невероятно и невозможно.